Гидросфера Земли Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока — гидросфера Земли. Цель урока — разобрать, что такое гидросфера, ее основные свойства и характеристики. Понять, как гидросфера взаимодействует с другими оболочками Земли. Гидросфера является одной из четырех оболочек Земли и включает в себя всю воду в твердом, жидком и газообразном состоянии. Сам термин «гидросфера» состоит из двух греческих слов. «Гидра» — вода, и «сфера» — шар. Действительно, гидросфера, как водная оболочка, покрывает земную поверхность. В общей сложности три четверти поверхности Земли находятся под водой. Гидросфера включает в себя воды Мирового океана, то есть всех океанов вместе, воды суши и воду в атмосфере. Все эти составные части гидросферы взаимодействуют между собой и объединены в круговорот воды в природе. Главной составной частью гидросферы является Мировой океан. На его долю приходится более 94% всей воды нашей планеты. Мировой океан Един состоит из Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого и Южного океанов. В некоторых местах эти океаны разделены между собой крупными участками суши — материками. В свою очередь, сами океаны состоят из заливов и морей. Как видно из карты, большую часть нашей Земли занимает океан. Самый большой океан нашей планеты — Тихий. Он занимает практически половину всей площади Мирового океана. Первым из европейцев, кто переплыл самый большой океан нашей планеты, то есть Тихий, был Ферланд Магеллан. И он назвал его Тихий в 1521 году. Вскоре стало известно, Магеллан ошибся. Именно в этом океане рождается больше всего тайфунов. Именно он производит три четверти облаков нашей планеты. Самый маленький океан Земли — Северный Ледовитый. Значительная часть его поверхности покрыта льдом. Многие из вас купались в морях, заливах, составных частях океана. И знают, что вода в них отличается от той, которую мы пьем. Она соленая. Действительно, морские и океанические воды содержат в себе различные химические элементы. В первую очередь, поваренную соль, которые придают воде солоноватый привкус. Соленость измеряется в промилле. Средняя соленость мирового океана — 35 промилле. Это значит, что в одном литре воды растворено 35 граммов соли. Так как морская вода соленая, она непригодна для питья, а также используя в некоторых отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Несмотря на это, многие страны, где есть нехватка пресной воды, используют океаническую воду для питья после ее опреснения, в канализации и некоторых отраслях промышленности. Кроме этого, из океанической воды можно выделить растворенные в ней химические элементы. Запатентовано немало способов излечения из океанических вод калия, магния, йода, поваренной соли, серебра и золота. Пока это невыгодно. В частности, поваренную соль в основном добывают в соленых озерах. Теперь поговорим о другой составляющей гидросферы — воды суши. Эти воды находятся вне океана. К ним относят реки, озера, болота, подземные воды, ледники и многолетнюю мерзлоту. Большинство из них пресные. Вы знаете, что человек берет воду для своих нужд и питья, в первую очередь, из рек, озер и болот. Но на их долю приходится меньшая часть всей воды на планете. Самая протяженная река на планете и самая полноводная — Амазонка. Площадь ее бассейна составляет 7 миллионов 180 тысяч квадратных километров. То немного меньше целого материка Австралия. Самое большое по площади озеро — Каспийское море. Оно и называется морем, потому что у него большие площади и вода в нем соленая. Общая площадь поверхности Каспийского моря составляет 376 тысяч квадратных километров. Самое глубокое озеро мира — Байкал. Максимальная глубина — 1637 метров. При этом в нем содержится почти одна пятая всей пресной воды на планете. Дело в том, что основная масса пресной воды находится в ледниках в твердом виде. Ледники состоят из снега и льда. Основное скопление ледников находится в труднодоступных для человека местах. На острове Гренландия, в Антарктиде, на островах Северно-Ледовитого океана и в высокогорных территориях. Ледники являются кладовыми пресной воды. Но пока их практически не используют. Но в дальнейшем есть планы на использование вод ледников. И уже сейчас Саудовская Аравия использует талые воды айсбергов после их транспортировки. Кроме ледников, к водам суши относят подземные воды. Они протекают в верхних частях земной коры. В некоторых подземных водах могут быть растворены различные химические вещества. И они становятся минеральными, полезными для человека. Иногда подземные воды могут выходить на поверхность. Вы могли их видеть в парках, оврагах, лесах. Выход подземных вод на поверхность называется источник или родник. Подземные воды пополняются за счет осадков и сами могут питать реки и озера. Также к водам суши относят болота. Они образуются на переувлажненных участках земной поверхности. При большом количестве осадков или небольшом испарении. Помимо мирового океана и вод суши, гидросфера включает в себя воду в атмосфере, которая представлена капельками воды и водяным паром. Вода в атмосфере играет важную роль в фурговороте воды в природе. Вода испаряется с поверхности земли в атмосферу, переносится ветром, накапливается в облаках и в виде осадков снова выпадает на земную поверхность. Тая тем самым реки, озера, болота и другие объекты гидросферы. На этом наш урок закончен. До свидания.